Путин шел без трудных вопросов. Анджело Майновский. Рзич с Посполита, Польша. 8 июня 2018 года. Российский президент в 16 раз провел прямую линию с народом. Народ он, однако, на этот раз не пригласил. За 4 часа 26 минут Путин успел ответить на 79 из 2 миллионов 580 тысяч 929 полученных им вопросов. Народ знает, что ни член городского совета, ни губернатор, ни судья ему не поможет. Писать статьи в газетах, ходить крестным ходом или устраивать демонстрации в центрах городов тоже бесполезно. Но в году есть один такой день, когда открывается окошко счастья для всех тех, кто успеет отправить свою жалобу. Объясняет политолог Алексей Морозов невероятную популярность необычного формата общения президента России с гражданами. Сортировкой вопросов и жалоб занимается 6 тысяч волонтеров. Политические сразу же отправляются в помойку, а просьба о конкретной помощи – в папке, предназначенной для соответствующих министров и губернаторов. Царская милость россияне жаловались президенту на все, от отсутствия в деревне водопровода или необходимого больной женщине протеза до закрытия школы в Сибири. Просьбу можно было направить по телефону, традиционной и электронной почте, через социальные сети и специальный сайт, в том числе записов ее на видео. В отличие от предыдущих лет студию людей не приглашали, так что лично пообщаться с президентом никто не мог. Вопросы отбирали журналисты государственного телеканала, а Путин из студии выходил на связь с министрами и губернаторами, требуя ответов и объяснений. Один из них даже получил публичный выговор. «Позвольте отрапортовать», – начал свой ответ министра энергетики, объясняя, почему дорожает бензин. «Это недопустимо и неправильно», – отрезал президент. «Никто не говорит, почему Путин настолько отгородился от людей, которых он и так практически не видит. Раньше существовал хотя бы небольшой шанс задать ему вопрос, который не был согласован заранее, сейчас его уже нет», – говорит другой московский журналист. К удивлению зрителей, ведущий прямой линии сообщил, что от россиян поступило много вопросов, не объявят ли Путин амнистию в связи со своим очередным избранием на президентский пост. «В России есть такая традиция», – добавил журналист. «У нас такой традиции нет». Кроме того, объявление амнистии – это по закону прерогатива парламента страны, а не президента, – парировал глава государства. Преследование за границей пенсионер из Карачаева Черкесии задал вопрос, когда из Сирии будет выведен российский воинский контингент. «Президент уже дважды объявлял о выводе войск, но они остаются там до сих пор. Российские военные будут там находиться, пока это выгодно России во исполнение наших международных обязательств. Пока их вывод мы не планируем», – ответил президент. Путин рассказал также, что Запад готов изменить свой подход к России. «Во многих странах на политическом уровне все говорят о необходимости выстраивать нормальные отношения», – заверил он. «Одновременно президент напомнил, что США давно начали распространять свою юрисдикцию на другие государства. Сейчас мы видим введение запретительных пошлин, по сути, это и есть санкции. А за что? Разве эти страны аннексировали Крым?» – вопрошал Путин. «Обвинение в адрес России и санкции – это такой способ сдерживания, ведь в нашей стране видят конкурента». «Точка, сейчас в соревнования с Ушингтоном в области антироссийских санкций вступил Лондон», – объяснял он студентке Наталья, предлагая живущим в Великобритании бизнесменам на фоне кампании по изучению источников происхождения капитала и держать деньги на родине. Ненависть к Украине Путин уклонился от ответа на требование ввести санкции против Латвии, где запрещают учиться на русском языке, но зато обрушился на Украину. Находящийся в Донбассе писатель-националист Захар Прилепин предположил, что украинская армия может воспользоваться чемпионатом мира по футболу и начать активные наступательные боевые действия. «Если такие провокации произойдут, это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом», – пригрозил Путин. «Они грабят свой народ и откладывают деньги на черный день в офшорах на свое собственное имя», – добавил он, говоря об украинских лидерах. «Володя, ты не устал», – прочел на четвертом часу прямой линии Путин очередной вопрос и сразу же ответил на него отрицательно. Когда у него поинтересовались, готовит ли он преемника, президент ответил, что постоянно об этом думает.